Доброе утро! Я сажусь пить чаек и завтракать. Всем привет! Сегодня влог будет домашний, так как эту неделю сидим с Никиткой на больничном. Подхватили какой-то сезонный вирус. Так что все вещание сегодняшнее будет из дома. Кстати, я в этот раз переболела быстро. Единственное, мне дались тяжело первые 3-4 дня. У меня были сильные головные боли, что ни одно лекарство не помогало. Слегка только притупляла эту боль и все. И на кишечник. Говорят, что-то вроде интеравируса, ротовируса ходит сейчас у нас здесь. И на кишечник отразилось, меня мутило, тошнило. У Никитки тоже было подобное, но у него еще ко всему прочему присоединился сильнейший просто насморк. Давно у него не было такого насморка. И сейчас никаких осложнений нет, только насморк. Вот сейчас мы с ним и боремся. Надеюсь, уже к концу недели начнем выходить гулять. Я уже устала, без воздуха, без кислорода. И Никитка тоже. И завтра, может быть даже завтра мы немножко уже погуляем. Так как пойдем на прием повторный к врачу. И после этого приема чуть-чуть пройдемся хотя бы у нас по нашему лесопарку рядом с домом. Кислород очень необходим для поправки тоже. Достала вот такой вот жидкий йогурт клубничный. Семена чья. Сейчас буду делать себе полезный вкусный перекус. Замочу семена в йогурте на несколько часов. Когда они настоятся, йогурт станет густой. Украшу ягодами, ну или фруктами. Плотно прикрыла вот такой вот силиконовой красивой крышечкой. И на несколько часов уберу в холодильник для набухания. Ну все, семена настоялись. Йогурт стал густым-густым. Накидала сюда еще размороженные малинки. Будет сейчас мне вкусно и полезно. Ммм, очень вкусно. Вкус такой кисло-сладенький. Ммм, вкусно. Как меня всегда радует, мой цветочек кислица. Такая она красивая. Необычный, во-первых, цвет. Такой красно-бордово-фиолетовый. Да, бордово-фиолетовый. Вот такой вот. Сейчас выключу вспышку. Может быть лучше цвет передаст. Ну вот так вот, да, без вспышки. Очень яркий, очень яркий цвет. Сама она напоминает бабочку. Листочки ее вот так вот, если посмотреть, такая бабочка. Но вспышку я включила, потому как хочу показать, как она у меня сейчас сверкает, вся переливается. Я побрызгала ее водичкой с распылителя. И она вся засверкала. Да. Немножечко, кстати, приболела у меня на подоконнике, когда стояло холодно. И там было от окна, от стекла. И я ее убрала. Убрала в комнату. Она отогрелась. И быстро опять начала давать все новые и новые листочки. И даже потихонечку уже зацветает. Красавица. Недавно купила вот такую вот травку для шиншиллы в корм. Вообще, шиншиллам в корм нужно, конечно, подсушивать. И я должна была ее обрезать полностью, подсушить, отдать некоторую часть шиншилле, ну и оставить что-то впрок. Но мне настолько понравилось, когда травка смотрится красиво в интерьере. Такие свежие краски, цвета. Я знала, что можно так прорастить, но все, что руки не доходили. И вот пошла, увидела, купила. Вот такая коробочка стоит 150 рублей. Я говорю, мне так понравилось, как она смотрится в интерьере, что я не стала ее полностью обрезать. Потихонечку шиншилле срываю, отдаю. Ну а вот эта коробочка стоит, украшает мою комнату. Нет, здесь зелени хватает, в другой комнате стоит. Здорово, здорово. Когда я посмотрела, насколько это красиво смотрится, как это освежает, я решила, что все, теперь я точно буду сама проращивать. Хотя 150 рублей не так уж дорого для такой коробки, но если сам можешь, самому даже интереснее, с зернышек наблюдать, как происходит весь этот процесс роста. Попробую, у меня есть, по-моему, ячмень и пшеница вроде бы тоже есть. Попробую на них, и что красивее будет смотреться. Посмотрю потом. Здорово, да? Красиво. Вот этот снежный кусочек видео, да, вид из окошка, я снимала пару дней назад. Вот такой у нас был снегопад, аж по самый подоконник первого этажа нападало снега. Снега было очень много. Все убелило, такая красота. Там вот я показываю, птички прилетели к кормушке. Сейчас я переключу на другой отрезок видео, где я снимала отдельно птичек. И включу уже не наложенный, как я сейчас говорю, да, голосом звука, а оригинальный. Послушаем птичек. А это уже с другой стороны дома. Окна у меня выходят по разные стороны. С этой стороны тоже все снежно, красиво. Здорово, что выпал снежок. Все убелил, чистота. Нравится мне, нравится, когда вот так вот на деревьях, особенно по-сказочному, красиво. В последнее время проснулась тяга к кашам. Варю себе различные. Вот достала мультиварку. Одно время вообще за нее забыла, забросила. Я думаю, что стоит, ведь вкусные кашки получаются. И начала себе вот готовить, ну не только себе, Никитке тоже различные кашки. Сегодня у нас вот такая вот рисовая, такая, ну как заготовочка, да, рисовая кашка с морковью для пользы. Никитке, если он захочет, я отдельно из нее сделаю молочную кашку, молоко, творог, немножко сгущеночки и, например, манго или банан. Так вкусно получается вот в таком варианте. А себе, ну или потушу мясо, да, можно мясо ведь потушить, рыбу, все что угодно отдельно уже с подливой. Или я еще добавляю в салатики. Когда сижу на разгрузке, в свои диетические салатики добавляю 2 столовые ложки вот такой вот заготовочной крупы, тоже различной. Например, сегодня я хочу себе сделать салат с тунцом. Пекинская капуста мелкорубленная, кукурузка, чесночок, тунец, 2 столовые ложки туда. Резка, майонезика, можно рубленое яичко. Очень вкусно получается. Также я делала салат из булгура таким же способом. Кысыр называется. У меня есть в начале, да, когда я начинала канал, где-то пятое видео от начала, вот как я готовила кысыр. Тоже очень вкусно. Что еще на крупах? И с гречкой даже делают салаты диетические. Тоже под тип кысыра, как-то я себе делала с помидорами. Тоже. Ну, в общем, куда угодно можно потом прибнить эту заготовочку. Здорово. Да. Каша в мультиварке, конечно, крупы получаются отменно. Такие нежные, рассыпчатые, вкусные. Да, вообще не только каши. Многие блюда. Хорошо, что я вспомнила про свою мультиварку. Да, я уже и овощи тушила. Мясо какое нежное получается. Тоже хорошо протушивается, аж тает во рту. В общем, здорово. Хорошо, что я вспомнила про тебя. Моя мультиварочка. Ну, все, мой салатик готов. Здесь различные овощи рубленые, мелко-мелко рубленые. Пекинская капустка в основе. Вот, к сожалению, кукурузки не оказалось. Я немножко переиграла. Сделала из других ингредиентов. Но здесь также и рис есть, и тунец, как я и говорила. Вкусный получился салатик. Сейчас вот я добавлю еще у меня сухарики здесь, чтобы он был немножко посытнее. Это мой обеденный салатик. Да. Никитке я сделала тоже немножечко по-другому. Он захотел все-таки молочную кашку. Поэтому я ему сделала кашку молочную с малиной, сгущенкой, творогом. Тоже получилось очень вкусно. Кстати, тунец для салата я беру все тот же. Я его раньше показывала в шорце. Очень вкусный тунец Фортуна. Вот такой с салатной кусочками. А, нет, кусочками с маслом. Салатной здесь не написано. Ага, кусочками с маслом. Вкусный, нежный. Смотрите, вот такой вот шоколад Аленка. Крекер соленый в начинке. Нарисованы рыбки. И он реально с рыбками. Это так мило. Такие мелкие печенюшки в виде рыбок. Сейчас буду пробовать. Ну, думаю, будет вкусно. Я люблю соленый шоколад, соленую карамель. В контрасте сладкой с Аленой. Это очень вкусно. Сидим же дома на больничном. Поэтому развлекаем себя как можем. Вот скачала себе вот такую вот игру на персональный компьютер. Это по широкому экрану. Очень интересно так играть. Очень красивые локации. Да, поиск предметов. Сейчас пройдем дальше. Посмотрим, что здесь. Здесь вот красиво тоже вот сюда. Вот, видите, птички летают. Такая красивая графика. Как мне нравятся эти игры. Аталавар и прочих производителей. Очень здоровские. Сейчас буду играть. Наслаждаться этой игрой. Здорово. Ну, а в конце этого влога, этого видео, я хочу показать свои домашние деревья. Да, веточки деревьев. Помните, да, 17 января мы их срывали. Голенькими совсем, только с малюсенькими почками. Потом где-то через дня три у меня появились на вербе пушки. Да, я тоже это показывала в видео. Очень красиво была вся верба в пушочках. Потом верба опала и на остальных веточках начали тогда потихонечку появляться листочки. И вот к сегодняшнему дню, вот уже вот такие вот листья. Это на тополе. Вот, достаточно большие. Вот, вот на иве. Ну, еще не полностью. Она, конечно, распустила свой лист. Не знаю, да растут ли еще сильнее. Жарко, я вижу им жарко. Дома, все-таки на улице, когда они растут, им гораздо прохладнее. Сейчас им жарковато. Но все равно, даже вот в таком варианте, это прекрасно. Так что эксперимент удался. Не важно, в какое время сезона вы их срываете, эти веточки. Главное их дома пригреть, обогреть. И получится вот такая вот красота. Да, это, кстати, не весна, это уже лето. Да, это летний уже вариант. У нас вот так вот летом только листочки вырастают. Так что дома у меня уже лето. Ну, все. На этом я говорю всем до свидания. До скорых встреч. Пока-пока.